Значит, тут не все члены общественной палаты знают, какая ситуация в районах, я это для этой цели. Потом, система профилакторию была. Ведь каждое крупное предприятие имело свой санаторий-профилакторий. Причем, я родом из Микина, и санаторий Микина все хорошо знают. Так вот, и участвую в институте, и жили в другой области. Я когда приезжал к матушке, я всегда шел, там автобусные ходили, приходил на площадь завода Лепси, там, значит, рабочие, ну, все, кто страдал, значит, лечились. Я постараюсь короче, насколько можно. Я думаю, это тоже очень важно, то, что я говорю. Потом, значит, что? За 9 рублей люди оздоравливались 24 дня. Значит, на заводе их на обеде кормили, в диетической столовой. За 9 рублей 24 дня. Сегодня, разве такое получишь? В санатории 18-20 тысяч за 12 дней. Кому? Простому человеку? Это по карману. Или мне, пенсионеры, допустим. Далее, значит, вот у нас, в частности, в городе было несколько профилакторий. В районе, хочешь, комбинат имел свой профилакторий. Завод, вернее, да, фанерный комбинат для трех предприятий имел профилакторий деревообработки. У нас имел профилакторий, значит, белка. Прекрасный профилакторий был. Я не понимаю, но все-таки, я прошу просто... Не лишнее послушно. Так вот, в Беремнях, вот, у нас половина, вроде бы, понимаете, рядом с областным центром. Вот такая социально-экономическая ситуация, в которой удержать здоровье и уровень рождаемости, и уровень человеческой жизни высоких сложных. Зайти на любой погос, в том числе и на Слободской, я приехал сюда в 74-м году. Сегодня кладбище выросло почти в три раза, чем было. Возьмите Митинский погос. Там за 20 лет выросло количество, от матчика хранял в 92-м году. В три раза больше, чем было за целый век. Понимаете? Я к тому говорю, что сегодня люди в деревнях брошены. Ситуация, понимаете, нет денег, нет работы, нет ничего. Поэтому в отрыве, я предлагаю, сегодня при этом бюджете нельзя, при этом бюджете абсолютно не региональном, не областном, решить эти проблемы. Нужна другая система, менять власть. Вот единственный выход. То, что сегодня славоблудие с утра до вечера, высших чиновников страны, вот это, это надо. У вас политическая воля есть, все есть, сделайте, деньги есть, уходят на Запад. Никто не хочет сделать. Это разве нормально? А мы тут славоблудием тоже занимаемся. Что хорошо, что плохо. А в коре не зрим. Сергей Иванович, я, например, не считаю, что мы занимаемся тем, чем вы говорите. Мы говорим не о том, что мы говорим. На самом деле у нас есть цивилизованные методы жизни, деятельности. Но власть не цивилизована. Значит, государство и регионы, в частности, понимаете, бюджет области. В бюджете области прописаны статьи, которые... Спасибо, я знаю бюджет области. Теперь вы перебиваете, кстати. Есть основные законы региона и страны в этих рамках, и мы работаем. Я, собственно, вас призываю к этому. Уверяю вас, если мы будем эффективно работать в этих рамках, то мы будем жить существенно лучше. И вот поэтому мы и называем, что общество и консервы... Время покажет, будем ли лучше. Не заключается в том, чтобы сейчас... Я в этом сомневаюсь, чтобы... Рассказывал, что было советское время. Значит, да, кому-то тот период был по душе, кому-то не по душе. Давайте сейчас будем говорить из того, из тех реальных... Но сегодня статистика показывает, 20% выиграли, а 80% от этих реформ, вот все, проиграли. Это опросы, общественное мнение, общественные формы. Это ваше представление о происходящем? Это не мое представление, это статистика. Есть вопросы, еще и желающие выступить... Мы просто вымирали, не будем вымирать дальше. При этой системе политической... Извините, а можно теперь что-то вы скажете? Пожалуйста, ну, давай мы подавим, пожалуйста, регионов, не заводите. У нас лучше могут быть, чем в других регионах. Спасибо, с регионом, заводите. Есть моменты, но я не буду о них говорить. Мы сами-то... А мне не перекричать даже моим громким голосом? Ну, я говорил, что только и придам, вот и... Да, спасибо. Несмотря на то, что я работаю на радио, боюсь, я вас наперекричу. Ну, прогноз, честно говоря, был немножко очевиден, к сожалению, что разговор о медицине, он все равно частично может перейти в ругань. Значит, я все-таки хочу попытаться сдвинуть с мертвой точки ситуацию. И, собственно, то, ради чего собрались, как представители данной ситуации общественности, потому что, я думаю, что журналисты, они, в общем, тоже, наверное, представители общественности, я так полагаю. Вот скажите мне, у меня просто... Когда они честно, у меня... А? Когда они говорят честно. Тахир Алейович. Значит, у меня вопрос совершенно практического характера. Я хотела с вами посоветоваться и услышать какие-то, может быть, ваши предложения. Мне бы хотелось реально участвовать и предложить некую свою профессиональную, надеюсь, достаточно профессиональную помощь в том, чтобы вот то, о чем, предваряя, когда вот... Когда было предварительное вот основное слово, в котором я, кстати, очень много фактуры важные услышала Дмитра Александровича, вот то, что действительно можно попытаться вот начинать налаживать взаимоотношения для решения именно вот, так сказать, вот... На уровне глобализации, то есть вот не так вот точечно, да, что вот у нас тут развалилась больница, а для того, чтобы она не развалилась, вот что-то сдвинулось с мертвой точкой. Я, как профессионал своего цеха, ну, там, так сказать, сама уже там переговорил с коллегами, чтобы это... Как бы вот это могло было видеться там, серия публикаций или еще что-то. То есть вот мне интересно мое участие в данном процессе, как, так сказать, с профессиональной точки зрения. Я не член общественной палаты, но я представитель общества. Вот как вы видите там и общественная палата, и администрация, значит, вот что мы можем сделать, так сказать, нашим цехом вот относительно вот этого всего. Спасибо. Да, так. Вы знаете, с учетом того, что вы являетесь четвертой вестой власти, сделать можете очень... Я понимаю, так вот как... Как негативного, так и позитивного. Хочется позитивного, Дмитрий Александрович. Я предлагаю все-таки сосредоточиться не на жареных фактах, а на позитивных. Тем более реально нам нужно изменение менталитета населения в плане отношения к своему здоровью. Вот Сергей Иванович очень много говорил, что нет пропасных. Да есть. Люди не знают. И не знают, да? То есть нужно сделать так, чтобы знали? Знают, не знают. Не идут. Некуда к вам звонить. Да при чем тут? Давайте мы по поводу мужика. Это отдельный разговор. Мы его уже раз 15 действительно видели. Я говорю, мы дальше... То есть это, прежде всего, онкология. Это сердечно-сосудисты. Я говорю, 4% людей, вот в этом зале даже считающихся абсолютно здоровы, реально больны. Да больше больше. Это первое. И вот этот путь сходить к врачу проверить свое здоровье, он должен в том числе... Должна быть помощь и журналистам. Следующее, это вопросы вредных привычек. Уже на самом высоком уровне федерации ставится вопрос, что, господа, человек со вредными привычками за свое лечение, возможно, должен ли платить сам? К сожалению, я считаю, что это невозможно, да, ввиду того, что мы не можем человека без помощи оставить. Но, вот если будет конкретное предложение федерации по тому, чтобы сделать дифференцированный взнос, страховой взнос на медицину, систему страхования, в зависимости от того, был человек на осмотре у доктора в течение года или не был, есть ли у него вредные привычки или нет, я буду двумя руками за. Вы имеете в виду, что куришь, плати другой страховой взнос за себя, за свой риск, да? За свои риски. То есть, если бы это было реальным страхованием, поверьте мне, ни одна бы страховая компания, стоимость страхового полиса не устанавливала бы одинаково для курищих и не курищих. То есть, там, где реальная страховая медицина работает, человека, прежде всего, с ног до головы обследуют, выяснят все вредные привычки, факторы риска и после этого определяют стоимость страховки. Лишний вес. Это огромный фактор риска. И, соответственно, если мы дальше не будем так же заботиться о своем здоровье, мы ни к чему хорошему не придем. Та же самая наша программа лекарственного страхования, вы поймите, это даже не финансовая помощь людям купить эти таблетки, они не так дороги. Можно на 200-300 рублей в месяц контролировать свое давление вполне. Это просто реальная попытка заставить людей лечиться. Понимаете, не человек сам понимает, что ему надо лечиться, а мы его пытаемся заставить. Парадокс, конечно. Это парадокс Российской Федерации. И мы вынуждены говорить, что наши все гипертоники, я вот уверен, в этом зале есть кто страдает гипертонией. И все искренне считают, что гипертонию надо лечить либо раз в год на койке, либо когда начинает болеть голова, принять там адрифан или ему подобные лекарства. А то, что в соответствии с современными представлениями о доказательной медицине, переоценить точно сложно. Но при этом мы вынуждены констатировать, что нашим журналистам более интересно жареная, пареная. Ну, не все таковы. Тут просто, Дмитрий Александрович, может быть, тогда это должно все равно быть, чтобы не закончилось так, что вот сказала я, чтобы сменить тему, и все затухло. Мне бы не хотелось, просто даже из репутационной составляющей, чтобы это было. Просто если будут некие предложения, чтобы это было какой-то линией, правильно? То есть я должна понимать, вот я сейчас от Дмитрия Александровича услышала, именно вот чего хотелось бы, то есть какой месседж-то до народа нанести. И просто если будут какие-то предложения по воплощению этого в жизнь, там, комплексно, скажем, на радио, в газете, у меня как минимум два ресурса, это Эхо и газета, значит, то есть это можно было бы попытаться начать воплощать, потому что, собственно, мне интересно. Я отдаю суток, телефон обменивался, потому что с этим посидимым. Здесь можно два слова сказать. Я добавлю только просто по теме. Товарищи, у вас здесь опыт есть очень хороший. Вы все знаете Самарокова, был представителем президента. Он у себя в хозяйстве в свое время доплачивал мужикам, которые бросили курить или не курят. Вот пусть палата, значит, общественная, обратится к предпринимателям, чтобы они тоже самое делали. Делайте это. Спасибо. Можно я? Вот буквально пару слов. Мы сегодня, в общем-то, очень важные вещи обсуждаем. Иногда скатываясь на частности, иногда глобализуя проблемы до уровня власти. Вот давайте мы задумаемся на тему, как мы обращаемся друг к другу, да? То есть дамы и господа, коллеги, то есть по гендерному принципу, по профессиональному принципу, потом применяем слово друзья. И очень редко мы употребляем слово соотечественники. Мы все живем на одной земле, и мы все заинтересованы, чтобы вот наш шведский край, он процветал. И вот действительно, наверное, в конце вот этого обсуждения у нас возник главный посыл, что национальной идеей для нас должно стать идея быть здоровым. Модно быть здоровым. Вот мы можем на сегодняшний день сколько угодно критиковать систему здравоохранения. Мало врачей. То есть врачей мы сиюминутно нигде не возьмем, как бы мы их не привлекали даже миллионами. Мы можем купить любое оборудование, отремонтировать больницы, но нам очень важно, чтобы сам пациент пришел в эту больницу. Потому что вот когда мы прорабатывали программу лекарственного страхования для Слободского района и города Слободского, вот мы на прошлой неделе собирались, и для нас самым сложным вопросом был вопрос информационный и мотивационный. То есть как мотивировать медицинских работников активнее работать со своими пациентами на выявление. И второй момент. Как мотивировать пациента для того, чтобы он а. пришел к врачу, б. чтобы он прислушался к врачу, б. чтобы он выполнял рекомендации врача, и у нас в конечном итоге сложилась система эффективной обратной связи. Чтобы у нас стало модно, и самое главное, нормально, когда пациент по любому своему вопросу может просто позвонить к врачу, а не идти и не сидеть в этой долгой очереди. То есть врач первичной медико-санитарной помощи, врач-терапевт, врач общей практики, врач-педиатр, он должен стать большим другом для пациента, а пациент, вот я не побоюсь этого слова, он должен стать соратником врача на пути преодоления болезни. Потому что на сегодняшний день во всем мире курс на профилактику, профилактику и лечение хронических неинфекционных заболеваний. Слава Богу, методом вакцинации уже во всем мире с тяжелыми инфекционными заболеваниями удалось справиться. Но для всего мира глобальная проблема, в том числе для экономически благополучных стран, та же самая артериальная гипертензия, сахарный диабет, проблема ожирения и шимической болезни сердца. И самое главное, вот задавался вопрос, очень важный тогда на социальном комитете, вот почему так много вкладывается денег в здравоохранение, а мы не видим сиюминутного результата, да? Вот, к сожалению, в здравоохранении быстрого результата невозможно получить. Здоровье формируется еще, наверное, с периода внутриутрудного развития, когда мама курит, или мама не курит, но папа курит в присутствии беременной супруги. Это уже все оказывает влияние на здоровье будущего ребенка. Как воспитывается ребенок в каких условиях? Как питается этот ребенок? Какой в дальнейшем он выбирает образ жизни? Это все должно стать предметом внимания и понимания всего общества. Вот, несмотря на решение узкоспецифических проблем, департаментом здравоохранения организуются достаточно большие акции. Вот в прошлом году у нас была акция «День отказа от алкоголя», которая частью населения была воспринята позитивно, часть СМИ там какие-то моменты акцентировали, «А кто же что принес и что вылил?» Тем не менее, я наблюдала эту ситуацию со стороны, когда проходили просто люди, граждане города Кирова. В течение 10-15 минут они наблюдали за этой ситуацией, и многие шли в магазины, покупали бутылку пива, для того, чтобы получить какой-то символический приз. Но это тоже его выражение, его общественного мнения, отношение к этой ситуации. Лесу мы проводили акцию на театральной площади, которая была направлена на профилактику абортов. Потому что для Кировской области это тоже проблема. Совершенно недавно... Дмитрий Александрович в своем выступлении говорил еще пару раз по манипуляции. Вот есть программа по модернизации здравоохранения Кировской области 2009-2011. Как соответствующая программа, она имеет пять ключевых показателей, цифр, которые достигнут и были важны в результате этой программы. А я знаю, департамент здравоохранения очень хорошо выкладывает свои статусчетности, и открыто это можно посмотреть. Но я в то же время вижу и другие показатели, которые тоже опираются на статусчетности. В частности, некоторые ключевые показатели этой программы по смертности, по доступности медицинской услуги, по кадрам, они, получается, невыполнены. Я пациент, я потребитель медицинских услуг. Может быть, я не понимаю чисто глубоко профессиональную проблему, которая решается в этой сфере. Но у меня складывается впечатление, кто манипулирует этими цифрами. Либо чиновники, либо врачи в данном случае. И поверьте, в плане доверия, конечно же, у меня больше я доверяю врачам, чем чиновникам. Уж извините, но власти сейчас очень мало доверяют населению. Я вижу, что есть проблемы во взаимоотношении между департаментом и персональным сообществом. Они есть. Высказывается критика, она не воспринимается адекватно. Я вижу, что в этом плане профессиональное медицинское сообщество в какой-то степени лихорадит. Почему руководители, администраторы, реформаторы не могут выстроить нормальное отношение с врачами? Почему все обосновано на приказе, на оклике, на подавлении? Почему я очень часто имел значение, так сказать, факты такие увидеть? Я пока не вижу готовности. Я вижу, что выступают руководители, выступают первые замы губернатора, выступают департамент здравоохранения. Я не вижу, все говорят, да, мы готовы. Но когда конкретные вещи решаются, я вижу, что, так сказать, нет. В городе идет укропнение, сливаются несколько учреждений в одно крупное. Там, значит, взрослые поликлиники, детские поликлиники. Я начинаю общаться с главврачами, начинаю общаться с медперсоналом. Никто ничего не знает, все находятся в ожидании лихорадки. Помните, мы разговаривали на комиссии по поводу этого самого... То же самое, ситуация дошла до того, что там просто-напросто люди чуть не забастовали, коллектив. Понимаете? Я смотрю, значит, почему вы не можете нормально выставить эти диалоги в сети. На площадке общественной палаты, внутри самого профессионального общественного общества. Почему мы от этого должны страдать и думать, что вы чего-то там задумали нехорошее. И у меня конкретное предложение в данном случае есть. Которое, в общем-то, уже высказал на публичных слушательных бюджетах. Когда сказал, что, значит, если вы хотите хорошее взаимодействие, диалога, приглашайте членов общественной палаты в свои коллегиальные органы. Кооптируйте их туда. Пусть они включаются в эту работу и погружаются в эту тему. А не отстраняйтесь от них стеной. Вы не понимаете, мы все знаем. Губернатор эту идею поддержал. Давайте, так сказать, именно задействовать таким образом. Пусть члены общественной палаты входят в ваши органы. Пусть они погружаются в тему. И работают рука в руку. А не разделяйте. Это наши, это не наши. Это свои, это чужие. Этих мы слушаем, этих нет. Мы все за. Мы все соотечественники и готовы работать на то, чтобы наш вятский край процветал. Спасибо. Дмитрий Александрович, вы понимаете, здесь пожелание, а как бы, либо нам это все принять, либо я все-таки что-то прокомментирую. Потому что, Лето Эдуардович, я прошу, первое, не путать мнение обоснованное медицинского сообщества с мнением одного конкретного человека. Это первое. Второе. Кривотолки будут всегда. Что бы мы ни делали, по-любому объединение учреждений вызовет недовольство. Потому что из двух-трех главных врачей остается всегда один. Пример вот сидит Анатолий Александрович, сейчас может у нас что-то скажет. Ой, декриналовый. Вы помните, какую там нагнетали обстановку, что все диабетики останутся просто без помощи. В феврале этого года я в зале, где было, наверное, человек 800 жителей Вахруши, слушал, почему нельзя объединять Вахрушевскую городскую больницу со Слободской городской больницей, ввиду того, что пищеблок тут неправильно будет работать. При этом сейчас я получаю только благодарности от жителей Вахруши за то, что наконец-то они увидели реальную медицинскую помощь. Но кривотолки будут всегда. Последний наш пример – это ситуация со стоматологией. Уже всем все разъяснили, все коллективы собрали. Но все привыкли иметь. Это мое. И я здесь всем управляю. Понимаете, там неинтересными пациентами все движутся. Совершенно иными. Это первое. Второе. Мы готовы выслушать любые конструктивные предложения. Любые. Но только не называть своих же коллег кардиохирургами-убийцами. Мне реально за это стыдно. Просто мне стыдно. Называть кардиохирургический центр, где работают 4 профессора и 17 кандидатов медицинских наук. И открывал его лично, господин Бакерия, убийцами. Простите, это не мнение профессионального сообщества. Простите. Ну, еще по существу заменьшаем. Все-таки, когда сказано, что программа модернизации 2009-2011 и целевые показатели не достигнуты. Все-таки я хотела бы пояснить, что программа модернизации, областная программа, она 2011-2012 год. И подводить итоги мы будем в 2013 году по достижению целевых показателей, которые в программе прописаны. Программа опубликована на сайте Департамента здравоохранения. Вы можете с этими показателями ознакомиться. Абсолютно недавно мы также подводили итоги. Часть целевых показателей у нас уже достигнута. И даже достигнута с очень хорошим результатом. И, соответственно, вот действительно очень важный момент. Не надо передергивать и искажать факты. И говорить о том, что профессиональное медицинское сообщество мы не слышим. Если уже говорить о едином профессиональном медицинском сообществе, такового на территории Кировской области не было. У нас были отдельные союзы, региональное отделение Союза педиатров России, Вятское кардиологическое общество. Была ассоциация эндокринологов Кировской области. То есть такие общества существовали. И лишь в августе этого года у нас появилась ассоциация медицинских и фармацевтических работников. Та ассоциация, которая позволит сплотить врачей всех специальностей. Тогда уже мы будем говорить, слышим, не слышим и так далее. Спасибо. Можно еще разобрать? Можно еще пожелание бы сказать? Позвольте, коллеги. Вот есть ли люди, которые отвечают? Вот реплика просто. Вот относительно неинформированности. Вот просто живой пример. Я готов этой информацией поделиться. Мы задали вопрос, Елене Дмитриевне, относительно планов по городским больницам. В течение недели это письмо было. Я, честно говоря, сомневаюсь, что главврачи этих больниц не знают этих планов. Если надо, я готов эту информацию дать, чтобы вы имели представление. Коллеги и доклады. Могли. Ну, имеется в виду общественные. Общественные. Не только медицины. Вообще в любой области. И мы терпим недобросовестных чиновников, которые являют предпринимательскую деятельность. Потому что кому-то это выгодно. То есть это касается не только медицины. Это вообще общая проблема всего общества. И я считаю, что такие мероприятия, непосредственно диалог съездить за одним столом. Если заметить, тут была заметка небольшая. Я Дмитрий Александрович предлагал, чтобы мы как-то посидеться и взяли. Чтобы не президиум самский, а именно, чтобы все за круглым столом. Я считаю, что если вы видите, что есть проблема, об этой проблеме нужно говорить. И об этой проблеме нужно говорить открыто, не боясь этого. И если кто-то будет ваши права ущемлять, плохо то общество, которое вас не поддерживает. Вот это моя позиция. Но давайте так. Я предлагаю завершить. Шотираете, два слова, пожалуйста. Да, пожалуйста. Только прошу, без Советского Союза и без... В Советском Союзе все это было хорошо. Даже Иосиф Кобзон гордится этим, что он народным... Мне тоже там комфортно было. Так вот, один господин вот поступал, который, извините, я не знаю, как по этому, так вас назвал. Вы сказали, что... Я прокомментирую, народ недоволен. Народ, конечно, он неправильно делает, что не лечится, что не ведет здоровый образ жизни. Но народ возмущен той навязанной системой здравоохранения, когда все сократили, уничтожили и он брошен. И такая социальная ситуация, значит, пока будет, мы это просто словоблудним будем заниматься. Александр Александрович, большая просьба. Я как журналист, как первый секретарь Слободского горкома партии, постоянно езжу на местах и слышу одно. Верните скорую помощь. Увеличьте количество коек в больнице. Поэтому вот передаю просьбу всего населения. Делайте это, не сокращайте. И не сокращайте ставки докторов и среднего медицинского персонала. Спасибо. Я предлагаю... Это не только в нашем районе, я не говорю о районе. В заключении, и с Вашей разрешения тоже, пожалуйста, скажу. Я хочу выразить огромные слова благодарности за то, что диалог состоялся. Может быть, не все было гладко, но все же мы пришли к какому-то пониманию, что взаимодействовать нужно. И я думаю, что мы определимся без потерь и по механизмам взаимодействия. Единственное, что я хочу сказать. Давайте каждый из нас, из членов общества, из членов общественной палаты, будет ответственным за свои предложения. Сколько угодно нужно агитировать. За советскую власть, за Сталина, еще за кого-то. Но мы живем в Российской Федерации, мы живем не при советской власти, и мы живем в совершенно других демократических условиях. Давайте сделаем это и найдите на это денег. Поверьте мне, у наших депутатов этих предложений миллиардов на 10 ежегодных предпринятий в бюджете. Коллеги, мы живем в наших реалиях и в наших условиях. Но при этом, еще раз говорю, мы так же, как и вы, Сергей Иванович, ездим и по районам. Я лично был во всех районах, во многих поселениях и прекрасно знаю, что люди говорят и чем они озадочены. Но вы согласны со мной? Я с вами категорически не согласен. Это первое. Очень желаю. И, Тахир Олеевич, я думаю, что мы с вами должны в ближайшей перспективе все-таки определиться по тем эффективным методам выстраивания конструктивных отношений, либо напрямую с департаментом, либо с участием, я все-таки считаю, профессионального медицинского сообщества в виде нашей ассоциации, которая будет и планирует быть представителем интересов наших медиков. Потому что мы сейчас говорили о том, что медики не должны ошибаться. Я еще раз повторяю темы своего вступления. Медики всем обязаны, но коллеги, их интересы мы тоже будем оставить. И я думаю, что тогда у нас все получится, и мы нашу работу только сделаем еще лучше. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Александрович. У меня три коротких тезиса было в заключении. Первый тезис озвучил Дмитрий Александрович. Вопрос ответственности. Я хотел сказать, я все-таки скажу, что название нашего заключительного генерального заседания, форума гражданского Киевской области называется «Ответственная власть, ответственное общество». То есть мы призываем чиновников к ответственному отношению к своим обязанностям, и при этом подразумевается, что мы ответственно подходим к своему долгу гражданскому во всех проявлениях. Если мы формулируем что-то в адрес общей власти, то мы должны это ответственно, аргументированно сформулировать. Это первый момент. Второй момент. Естественно, я хотел бы пригласить всех на гражданский форум, который пройдет завтра, ой, просто завтра, извиняюсь, в четверг, 18-го числа в 13 часов в библиотеке Минигерсона в Кирове. Значит, отдельно на этом вопросе не хочу останавливаться. Сейчас идет формирование общественной палаты. Все те предложения, которые сегодня были здесь озвучены, в том числе о формах, методах взаимодействия с департаментом, либо вообще с блоком социальным, мы это все учтем. И я думаю, что через несколько дней будет окончательно вступить в права второй социальным общественной палаты Кировской области и с ассоциацией, соответственно, мы об этом говорю с Андреем Юрьевичем, и с другими общественными объединениями, мы эту работу выстроим. Я призываю к этой работе присоединиться, потому что организационно, интеллектуально у нас не хватает ресурсов. Для этого нужны люди, кому не все равно. И, наконец, я хочу поблагодарить сегодня Слобожа за этот замечательный прием. Это мой родной город. Вы намекнули на мое происхождение. Я вам скажу, происхождение трудовое. Я начинал выгружать вагоны в Слободском дистанции, работал я на Белке, отсюда в армию уходил и так далее. Я такой же простой человек, что и вы. Дело в другом. На самом деле мне немножко больше, чем другим, все равно может быть. Так что давайте, когда вы кого-то там характеризуете. Я приезжаю в Словоскоп, приезжаю в свою родину. И я желаю вам всем успехов, процветания.